Напряженные дебаты, агитация по телевидению и радио, обращение кандидатов к избирателям через интернет и газеты. 17 февраля начинается агитационная кампания кандидатов президента России в средствах массовой информации. 8 февраля на 139 заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации определяли окончательный список претендентов на главный государственный пост в стране. Принципиальных отличий в плане агитации, таких принципиальных их нет. Нет, пожалуй, только одна норма, которая у нас уже становится для нас привычной, это запрет на использование изображений физических лиц в агитационных материалах. Избирательная кампания в этом году уникальна. У всех без исключения граждан России, которые обладают активным избирательным правом, есть возможность проголосовать за кандидата на том избирательном участке, который они для себя выберут. Так называемое голосование по месту нахождения. Если у человека есть необходимость в силу каких-то причин проголосовать не по месту жительства, то, например, он уезжает в командировку, либо на отдых, либо убывает еще по каким-то делам, либо вообще сейчас фактически живет не по тому адресу, который у него значится в паспорте, то у него появляется возможность выбрать себе избирательный участок. Процесс подачи заявлений о голосовании по месту нахождения запущен 31 января и продлится он до 12 марта. Первая возможность пойти в любую территориальную избирательную комиссию, обращаю внимание, в любую, никак это не связано с местом жительства и с предполагаемым местом голосования. Второй путь – пойти в многофункциональный центр, и в этом случае сотрудники МФЦ помогут оформить соответствующее заявление, выбрать себе избирательный участок. Выбрать для себя избирательный участок можно на портале госуслуги. Здесь также достаточно зарегистрироваться и подать заявление. 25 февраля по всей стране откроют двери участковые избирательные комиссии, куда также можно прийти и выбрать для себя участок, на котором хочется проголосовать. Главное, подчеркивает в избиркоме, подойти к этому выбору ответственно, ведь именно здесь, 18 марта, нужно будет отдать свой голос за будущее страны. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.